С детворою у экранов соберемся выходной, здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только в маленькой компании. Привет, моя маленькая компания. Привет, Алиса и Ксюша. Привет. Поздравляю вас и всех наших друзей с началом каникул и лето. Первый день лета и начинается с самого классного праздника Дня защиты детей. А знаете ли вы, что такое детство? Что это за такое время? Детство это когда дети играют, они ни о чем не думают и никогда не парятся. Самое лучшее время в жизни человека, потому что тебе дарят игрушки, вкусно кормят, балуют. Ты хочешь гулять, закопишься с новыми друзьями, встречаешься с друзьями и приглашаешь друзей в гости. А как долго длится детство? От нуля, ну там да, 18-19. Детство длится, пока мы не пойдем на работу. Мама с той работы приходит такая уставшая. На работе много дел, и дома тоже много дел. Убрать, помыть посуду, поутюжить, погладить, помочь в одном уроке. И проверить уроки, как она это все успевает. Я не знаю, то есть, ты хочешь сказать, что лучше быть ребенком, чем взрослым. Да, потому что взрослый делает все, абсолютно все, что захочешь. И можешь купить себе любую вкусняшку, в любую минуту. Прикольный, очень веселый и интересный праздник. 1 июня был и в нашем городе. Давайте посмотрим. Привет, моя маленькая компания. Сегодня мы с вами побываем на крутом празднике, посвященном нам с вами, детям. Песни, танцы, шутки, игры, конкурсы. Все это и не только было на большом празднике в Лиде, посвященном Международному дню защиты детей. Городской парк на один день превратился в настоящий детский городок с множеством различных локаций. Каждая была по-своему интересна и очень увлекательна. Краской бисиновой, нарисую солнце и бишневой краской. Начался праздник детства с тетрализованного праздника «Тайный остров». Затем на импровизированную сцену вышли юные артисты. Один творческий коллектив сменял другой. В мире будет больше радости, если будет больше сладости. Море вкусной карамели. В первый день лета в парке мальчишки и девчонки создавали огромный калаш на асфальте. У каждой из команд был свой эскиз, глядя на который дети рисовали картины. Нашей маленькой компанией юные художники признались, такое рисование не только развивает способности, но и помогает познавать окружающий мир. Рисовать мелками на асфальте – это совсем не то, что водить карандашом или кисточкой по бумаге. Здесь другие ощущения. Нарисуй этот мир, как захочешь сам. Нарисуй этот мир, подари друзьям. Нарисуй, научись отчинять мечты. Видишь, солнце – это я, а небо – это ты. Команды быстро нарисовали картины. Каждая работа имела свой сюжет. Вместе же картины слились в один большой яркий калаш, созданный руками детей. Расскажи нашей маленькой компании, что ты изобразила на своем рисунке. Я изображала солнце, девочку, краски и радугу. Наш рисунок называется «Радужный город», потому что наш лагерь называется «Радужный город». Много детворы в праздничный день было и в городке юного спасателя. Работники МЧС играли с детьми в тематические игры, напоминали номера экстренных служб и алгоритм действий в случае возникновения пожара. Особый интерес у мальчишек и девчонок вызвала демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования. В этот день любой желающий мог посидеть в салоне пожарной машины и почувствовать себя в роли спасателя. Например, потушить импровизированный пожар. Дерешься за вот эту ручку. Так, молодец, супер. Руку подержишь, я страхую, да? Вот там берешь вот эту ручку. Взять в руки пожарный рукав никто не отказывался. Помогай, давай. Не надо твоей задачей попасть туда, в красный забор. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай. Расскажите нашей маленькой компании, а когда спасатели используют пожарный рукав? Ребята, пожарный рукав спасатели используют при тушении пожара. Длина вот этого рукава 20 метров. На конец рукава закручивается вот такой ствол. Вот. И с одной машины можно подать 4 и больше пожарных стволов, пожарных рукавов, чтобы потушить пожар. С интересом мальчишки и девчонки разглядывали служебный автомобиль дорожно-патрульной службы. Они садились в водительское кресло, включали проблесковые маячки и сирену и чувствовали себя инспекторами ГАИ. Хочешь поговорить, да, вот через эту штучку? Сразу мы, конечно же, с тобой включим маячки проблесковые, да, вот на эту вот кнопку. Включай. Все, включил. Теперь они горят, там, мы видим, горят. Теперь надо привлечь внимание всех участников дорожного движения. Сразу мы сделаем вот так вот. Нажимай на эту кнопочку. Отпускай. Еще раз нажимай. Еще раз. Привлекли. А теперь, если кто-то не понимает, мы жмем вот эту вот кнопочку. Нажимай. Один раз. Все, все. Видишь? Притягивала ребята площадка экологического центра, где были представлены его питомцы. Наша ведущая Даша Яковенко обожает животных, поэтому и поспешила в ветеринарную лабораторию. Здесь можно было попробовать себя в роли ветврача. На прием к нашей Даше пришел кролик по кличке Баффи. Девочка смотрела пушистого пациента и в его карточке отметила состояние шерсти, лапок, когтей, ушей и другие показатели. В итоге встречи Даша сделала заключение. Кролик полностью здоров. Расскажите нашей маленькой компании, а как правильно проводить медицинский осмотр кролика? Для начала нам нужно замерять размеры кролика. Мы должны его осмотреть, должны измерить рост, должны измерить вес. Затем мы определяем состояние шерсти. Мы смотрим, или шерсть у нас чистенькая, мы осматриваем лапки, или у нас лапки без каких-либо повреждений. Затем мы осматриваем когаточки. Правильно? Когаточки у нас также должны быть чистенькие, без каких-либо надломов и без каких-либо сильных повреждений. Далее мы должны с вами просмотреть ушки. Ушки должны быть чистые и носик у нас также должен быть влажным. Потому что когда у нас носик влажный, это значит, что в принципе у нас животное в очень хорошем состоянии. Также мы должны просматривать, прослушивать, насколько животное у нас активное и прослушивать чистоту сердечных сокращений. И по этому всему мы можем сделать маленькие выводы по тому, насколько у нас животное здорово и делать заключение. В городском парке была организована выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, на которой были представлены сотни работ, сделанных из разных материалов и в разных техниках. Была возможность у ребят посетить и творческие мастерские. К примеру, здесь дети изготавливали брелоки. Дима, а что ты решил сделать в мастерской? Я решил сделать брелок, и я на нем рисую перышко, потому что мне нравятся птицы всякие. Выплеснуть накопившуюся энергию школьники могли участвовать в соревнованиях по дартсу, прыжкам на скакалке и жонглированию футбольным мячом. Привлекали ребят и танцы. Двинусь! Двинусь! Замри! Свои руки поди, ни на колени опусти, ни коленки вправо-влево, ни ручно разведи. Руки тоже, ты меня и в колени меня. Кто посетил праздник детства, определить было несложно. Во-первых, все мальчишки и девчонки возвращались домой с улыбками и в хорошем настроении. Во-вторых, у многих на лицах был аквагрим. Таким образом, ребята хотели продлить себе праздник. Расскажи нашей маленькой компании, а что тебе больше всего понравилось на праздник? Мне понравилось изгладывать из бумаги вот такую вот ракету. Еще мне понравилось гладить кролика. И играть в разные различные игры. И мне понравилось еще делать аквагрим. Мне больше нравятся батуты, потому что они прыгучие и веселые. Батату на лице, запускать самолетики в кольцо и делать его оригами. И играть с ним. Праздник детства стал ярким началом лета и каникул. Наша маленькая компания надеется, отдых у ребят будет таким же веселым, увлекательным, ярким и богатым на события. Девочки, откройте мне и нашей маленькой компании секрет. Есть ли у вас мечта? Моя мечта известна всем. Я хочу себе бенгальского котенка. Я называю его Бенгалик. У меня две мечты. Я хочу собачку себе, овчарку или там другую какую-нибудь, например, хаску или бульдог. А вторая мечта, то, что я хочу полететь в Турцию, но когда у меня есть деньги, я накапливаю. Я не могу удержаться перед вкусняшками и все время их покупаю. Все ли мечты сбываются, как вы думаете? Я думаю, не все, потому что у кого-то нет этого, чтобы это купить. Кто-то плохо трудится, чтобы это сделать. А я думаю, что все вместе сбываются. Рано или поздно они все равно сбываются. А о чем мечтают ваши родители, вы знаете? Мои родители мечтают полететь с папой в путешествие романтическое на несколько дней. О чем мечтает папа, я не знаю. Но зато о чем мечтает мама, я знаю. Она хочет, чтобы мы с сестрой были здоровыми, успешными и счастливыми. А еще она хочет свою квартиру. Когда они были маленькими, они о чем-то мечтали? Папа мечтал поскорее стать взрослым. А мама мечтала поскорее вырасти и стать юристом. А мои родители мечтали в детстве о велике. Но у моей мамы не было денег, чтобы купить велик. А у моего папы, он был маленьким, он что-то подавал, я не знаю. Он заработал деньги и купил себе сам велик. Но мечты далеко не всех взрослых осуществились. Давайте мы превратимся в добрых пей и поможем некоторым взрослым осуществить детские мечты. Привет, моя маленькая компания. Открою вам маленький секрет. Когда наши мамы и папы были маленькими, у них, как и у нас с вами, были мечты. Но, к сожалению, не все они исполнились. И я предлагаю исполнить все мечты взрослых. И начать я хочу со своей мамы. Мама, расскажи о нашей маленькой компании, о чем ты мечтала в детстве. Знаешь, Алиса мечтала о многом. И, наверное, я очень счастливым ребенком была. Потому что практически все мои мечты исполнились. Мои родители очень старались для того, чтобы исполняли все мои желания. Но, к сожалению, одна мечта так и осталась неосуществима. Какая, мам? Когда я была маленькая, мне родители подарили большую книгу сказок. И на одной из страниц был нарисован красивый корабль. И мне так хотелось на нем прокатиться, а еще лучше отправить в круизное путешествие. Позже я по телевизору увидела, как красивый катер мчится по морю. И я представляла, как я, маленькая девочка, сижу в нем и всматриваюсь в морскую даль. Мама, мне кажется, настало время исполнить твою детскую мечту. Кораблей и пароходов в Лиде, конечно же, нет. Зато на Лидском озере есть катер. Пусть и небольшой, но водное путешествие на нем оставит немало положительных эмоций. Об этом наша ведущая Алиса Токушева отлично знала. Поэтому и привела маму к водоему. Прежде чем сесть в катер, нужно соблюсти меры безопасности. Надеваем жилеты и вперед к исполнению детской мечты взрослого человека. Субтитры делал DimaTorzok Прогулка на катере по Лесскому озеру для Алисиной мамы стала первой и действительно впечатляющей. Штурман предупредил, каждая водная прогулка не похожа на предыдущую. Даже если она проходит на одном и том же водоеме, в разные поры года, в разное время суток, пребывая в разном настроении, человек испытывает новые эмоции. Мам, ну что, тебе понравилось? Как впечатление? Супер, Алиса, очень понравилось. Спасибо тебе за то, что ты осуществила мою детскую мечту. Все было очень здорово. Мама Алисы по секрету призналась дочке. Это путешествие ее не только впечатлило, но и вернуло в детство. Вот только теперь уже взрослая она вместе со своей дочерью смогла осуществить давнюю детскую мечту. Исполнять свою мечту детства папа Артема Кирилл пришел в Лицкий замок. Он несколько раз бывал здесь на экскурсии, а вот сына привел сюда впервые. Мальчик с интересом слушал папины рассказы и задавал много вопросов. Вопросы появились и у нашей ведущей. Какая же мечта была в детстве у папы Артема? Расскажите нашу маленькую компанию, а какая ваша детская мечта не осуществилась? В детстве, когда я смотрел фильмы про рыцаря, мне всегда хотелось, наверное, поскакать на коне, пострелять из лука и оборонять замок, померять доспехи, особенно этот шлем, который закрывается и открывается. Практически каждый мальчик в детстве обожал исторические сражения и рыцарские истории. Папа Артема не стал исключением. В Лицком замке он смог рассмотреть мечи, шлемы, элементы доспехов, узнать о жизни воина в средневековье, их быте и сражениях. Папа Артема бывал и на рыцарских турнирах, которые его очень впечатлили. Наша маленькая компания решила исполнить детскую мечту. Папа Артема смог примерить элементы доспехов и поупражняться с мечом. Расскажите нашу маленькую компанию, а понравилась ли вам роль рыцаря? Да, это было в первый раз, очень необычно. Наверное, каждый хотел бы примерить на себе такие тяжелые доспехи, в которых раньше и сражались. Ну, я доволен. Наша маленькая компания смогла исполнить две детские мечты взрослых людей. Мама Алиса прокатилась на катере, папа Артема примерил на себя роль рыцаря. Взрослым все очень понравилось и на пару мгновений они смогли вновь вернуться в детство. Мечты забываются не только у взрослых, но и у детей. Вот моя подружка мечтала о велосипеде. И к летнему сезону ее мечта осуществилась. Она получила долгожданный велик, теперь гоняет по двору. А вы любите кататься на велосипеде? Конечно! Мы с моим братом и сестрой устраиваем настоящие велогонки. Мы сначала придумаем маршрут, потом призы за первое, второе, третье место. А в роли судьи у нас обычно мама или папа. Я тоже люблю кататься на велосипеде. У нас у всех в семье есть велосипед. У папы, мамы, у старшей сестры и у меня. По выходным мы любим устраивать велопрогулки. Обычно мы катаемся в сквере, у кургана или в лесу. Давайте узнаем, на чем катаются друзья нашей маленькой компании и где любят погонять. На этой неделе мы отмечали любимый многими день – Всемирный день велосипеда. Несмотря на юный возраст, об этом празднике отлично знают и воспитанники детского сада номер 24. Дети с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в велостартах. Почти у каждого из ребят есть велосипед. Одни катаются на четырехколесных, другие на двухколесных транспортных средствах. Мальчишки и девчонки приезжают на велосипедах в детский сад. Сами устраивают велогонки во дворах, а некоторые любят семейные велопрогулки. Я очень люблю кататься на велосипеде. Когда ждал, что в саду будет велогонка, то решил подготовиться. Мы на выходные дни с папой на разырольную утрачу тренировались там до вечера. На спортивном празднике мальчишки и девчонки смогли показать свое мастерство управления велосипедом. Одни катаются наравне со взрослыми, другие еще только осваивают езду на двухколесном транспортном средстве. Были и те, кто пока увереннее чувствует себя на велосипеде с четырьмя колесами. Детям предстояло показать свои навыки вождения велосипеда и без ошибок преодолеть полосу препятствий. Проехать по узкой дорожке, провести велосипед змейкой между фишек. А те, кто отлично управляют этим транспортным средством, продемонстрировали движение по кругу. Дети говорят, что это лишь на первый взгляд легко. На самом деле здесь важно выбрать правильную скорость и соблюдать дистанцию. Самой интересной частью для детей стала велогонка. Она так понравилась ребятам, что стартовали юные спортсмены несколько раз. И во всех заездах самым быстрым оказался шестилетний Саша Соболевский. На двухколесном мальчик гоняет всего несколько месяцев. Впервые же на велосипед сел, когда ему было всего два с половиной года. Саша открыл секрет нашей маленькой компании. Так быстро и маневренно управлять велосипедом его научил дедушка. Мы всей семьей любим кататься на велосипеде. Ведь это не только весело, но и полезно для человека здоровья. При езде на велосипеде человек становится более сильным, ловким, внимательным и быстрым. Спортивный праздник мальчишкам и девчонкам очень понравился. Они надеются, что лето будет радовать теплой погодой. А это значит, в саду смогут провести еще не одни велосоревнования. Счастливые и немного уставшие дошколята отправились на обед набираться сил для новых стартов. А знаете ли вы, где можно кататься на велосипедах? Конечно, мы же опытные велолюбители. Можно кататься на великах, на закрытых площадках и специальных велодорожках. И правила дорожного движения должны знать не только взрослые, но и дети тоже. И особенно быть внимательными летом. Ведь летом на улице дети проводят очень много времени. Вот вы, например, какие правила дорожного движения знаете? Я знаю, как нужно переходить пешеходный переход, когда нет светопора и когда есть светопор. Нельзя перебегать дорогу, потому что водитель может вас просто не увидеть. Или водитель не успеет вовремя затормозить. Нельзя переходить дорогу на красный свет. И еще, если собрался переходить дорогу по нерегулированному пешеходному переходу, Сентябр смотрит налево, потом направо, еще раз на лево и потом направо. И только убедившись, что машин нет, можешь спокойно переходить. А в ночное время суток, если ты едешь с собакой или один, обязательно должен быть фликер. Чтобы, если будет ехать машина, она вас увидела. И живой давай тоже не забыть засетить. Давайте все вместе вспомним с вами дорожную азбуку. Правила дорожного движения Закон для всех его участников, независимо от возраста. Знать и соблюдать дорожную азбуку должны и взрослые, и малыши. Это отлично знают воспитанники детского сада номер 22. Дорожным правилам они могут научить кого угодно. С инспектором ГАИ здесь тоже дружат. Иногда он заходит в гости к ребятам и интересуется, помнят ли мальчишки и девчонки дорожные знаки, не забыли ли, как вести себя на дороге. Оказалось, все правила ребята знают на отлично. Нельзя переходить дорогу на красный свет. Надо идти только по пешеходному переходу. За городом надо идти по обочине навстречу транспорту. Желтый сигнал обозначает, будь внимателен. Красный обозначает, что нужно стоять на месте, а зеленый нужно перейти дорогу. Нельзя играть на проезжей части. На велосипеде можно кататься только во дворе. В легковой машине надо детям быть в детском кресле. В детском саду у ребят есть площадка, на которой они изучают правила дорожного движения. Здесь дорога, тротуар, пешеходные переходы и дорожные знаки. Одним словом, все как на улицах нашего города. Кстати, есть здесь и участники дорожного движения. Водители, пешеходы. Все они двигаются только по правилам. На пешеходных переходах водители уступают дорогу пешехода. Тематическая площадка позволяет ребятам почувствовать себя настоящими водителями, пешеходами и пассажирами. Закрепить и изучить правила дорожного движения. Воспитатели уверены, сейчас ребята будут знать дорожную азбуку на отлично. Не нарушайте правила дорожного движения, иначе они приведут к дорожно-транспортным происшествиям. Если вы увидели, что взрослый человек, либо ваш сверстник нарушает правила дорожного движения, переходит в неустановленном месте проезжую часть дороги, движется на запрещающий красный сигнал светофора, предупредите его и пресеките данное право нарушения. Эти дети своим примером и своими знаниями покажут взрослым, что от поведения на улице зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, как взрослых, так и детей. Спасибо, Алиса, спасибо, Ксюша. Мне и, я думаю, нашим телезрителям очень запомнились ваши истории. Мы хотим вам напомнить, если у вас есть интересная история, и вы хотите нам ее рассказать, Обязательно пишите в группу на наш программ ВКонтакте. И мы обязательно расскажем о вас в нашей программе. Сейчас настало время прощаться с мальчишками и девчонками ровно на неделю. До встречи в следующую субботу. Пока-пока! С детворою у экранов Соберемся выходной Здесь тебе мы очень рады Нашей дружной семьей Если хочешь много знать ты Нам с тобою по пути Все ответы на вопросы Только в маленькой компании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok